Де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь4 и Гомель. Студия Руслан Габрилев. Здравствуйте. Сотрудники управления наркоконтроля УВД Минского облсполкома совместно с коллегами из районного отдела внутренних дел и ОМОНа пресекли канал поставки наркотических средств в Беларусь. Задержаны 10 наркокурьеров, в числе которых есть гомельчане. Согласно установленным данным, оптовым курьером наркотиков был 25-летний житель Гомеля. Поставки он осуществлял из России, крупную партию делил на мелкие для курьеров следующего звена, а те уже делали разовые дозы и закладки для потребителей. Помимо оптовика задержаны еще 9 человек из Минска, Могилевской и Гомельской областей. В их отношении возбуждено 6 уголовных дел за хранение и распространение наркотиков. В целом, за время оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято более килограмма особо опасного психотропа Мефедрона, а также 100 граммов гашиша, 25 грамм марихуаны и 340 таблеток МДМА. За сопротивление пограничникам белорусу грозит лишение свободы. Инцидент произошел в пункте пропуска Камарин 28 апреля. Гражданин Беларуси въезжал в страну на личном авто. Во время оформления выяснилось, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Законным требованиям пограничников он не подчинился и попытался покинуть территорию пункта пропуска. Но правонарушителя задержали. В его отношении начат административный процесс за покушение на незаконное пересечение границы. Плюс сопротивление пограничника может повлечь лишение свободы сроком до двух лет. 672 базовые за 95 килограммов рыбы в сетях. Сотрудники Мозырьской межрайонной инспекции задержали двух браконьеров на Припяти, вблизи деревни Балажевичи. Орудовали мужчины двумя сетями общей длиной 95 метров, ловили из деревянной самодельной лодки. В сети попались 73 леща и пять карасей. В денежном эквиваленте вред причиненной окружающей среде составил более 17 тысяч рублей. Ночь в четырехметровой яме с переломанной ногой. В Жлобинском районе мужчина в сумерках возвращался домой, не заметил вырытую яму и упал в нее. Телефона у него с собой не оказалось, и помощь пришла лишь утром вместе с родственниками, которые вышли на поиски пропавшего. Со спасателями приехали и медики. Мужчине оказали первую медпомощь, зафиксировали сломанную ногу. Из ямы пострадавшего подняли сотрудники МЧС. В Мозере 22-летний водитель «Фольксваген Шаран» вырезался дерево и сбежал с места происшествия. Авария произошла в половине второго ночи на улице Нелидова. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на закруглении дороги, выехал на встречку, затем на обочину и вырезался в дерево. С места происшествия виновник ДТП скрылся. Сотрудники милиции задержали его по месту жительства. В результате ДТП пострадали два пассажира «Фольксвагена». Они госпитализированы. Таков обзор происшествий за сегодня. Оставайтесь на Беларусь4.